Hello everybody! Hello friends! Сегодня мы составим январский пазл. Вот уже январь, последний день января. И вот уже она вышла у нас. Видите, газета такая подмосковная правда. Вот она вышла какого числа тогда? За 31 января 2019 года. Вот они вот эти наши сборщики партийных взносов главные. Вот во главе, как говорится, с дятлом, который проворонил всю эту буржуазную революцию, спекулянтов привел к власти, да, не противодействовал коррупции. И вот он что говорит, откликаться на каждую беду наших граждан. То есть он кукарекнет, вот беда там, а он кукарекнет немножко. И вот вся его работа будет. И дальше пойдет он к своей этой какого-то реут у него там, подруга дней Суровуха. Крупская реут. Вот такая вот эта газета подмосковная правда. То есть он, уже вот видно, что январь состоял в основном из беды. Он и начался еще в декабре, это беда перед Новым годом, когда начали вдруг неожиданно взрываться и падать опять дома. Так что многие вспомнили, как говорится, этого предателя Литвиненко, который утверждал, кто взрывает дома. И при этом, значит, то еще вспомнили, блогер появился, отец Гапона из КГБ бывшего. Это некто в Ютьюбе там появился. И фамилия то неинтересная. Бессонов. Бессонов. То есть спите, ребята, я буду вас обслуживать на Ютьюбе теперь. Буду вам внушать. И он внушал, что насчет взрывов домов. Он внушал, что, да это нормально вроде. Ну, как эти вот двое ребят полковников-то, да, Петров с Сидоровым, этот, внушали, что мы шпили, ну, мы смотрели, шпили, это нормально. Ну, там, проходили мимо, это нормально. И здесь он также тоже Бессонов внушает, что взрывов домов это нормально, это уже везде спецслужбы совершают. То есть он тем самым вброс осуществляет нам этот Гапон, что это стиль работы всех спецслужб мира, в частности, и ФСБ. То есть акты устрашения населения. Это сам нам бывший КГБшник внушает. Для чего? Гапонирует он. Плавно гапонирует сюда Ютьюб. Вот. И дальше, значит, мы обратимся к чему? Что исходя вот этого конца, какой был конец 18-го года, да, и мать родная не узнает, какой у парня был конец, да, вот, такое уже и было и начало. Потому что события были, во-первых, мы часть, когда говорили про февраль, мы уже про февраль говорили, и часть событий мы упомянули, в частности, вот, природных. И отметили, что у нас, какой же инварь вот у нас. Мы же этот график показывали в январе. Январь 19-го. И отметили 18-е число. И вот какая вот сеть событий здесь произошла. Наложились все события, и получился вот такой провал по стабильности на 18-е число. А какие события? Ну, первое. Это Трамп объявил новую ИСОИ, стратегическую оборонную инициативу. То есть, фактически он объявил опять гонку вооружений на раздевание, уже окончательное раздевание страны, Россию. Дальше, в этом же 18-го числа он принял решение отказаться от форума в Давосе. Мы об этом говорили. Вот, а в Давосском форуме он отказался участвовать. И что еще можно сказать про это 18-е число-то? Тут вот еще произошли ряд событий наложилось. 2-су-34, значит, случайно друг к другу, как говорится, упали в Татарский пролив. Минус 3 человека. Дальше взрыв, ну это в Мексике, ну крупная жертва тоже в Мексике. Взрыв на нефтепроводе. Минус 76 человек. Ну и, значит, Чечня решила не платить за газ. Газпрому. То есть, Россия, матушка, давай, мы тут будем на конях скакать, там гулять, пить и спортом заниматься. И молиться в мечети, ну вы нам это, ну, откажите, то есть не откажите, что мы у вас нефть будем потреблять, вашу нефтьятку. Вот, то есть, газ. И еще, помимо Украины, значит, появился такой паразит Чечня, который не хочет за газ платить. Ну, вслед за ней, конечно, выдвинулись и все. Почему мы тоже должны за газ платить? У нас долги, у нас деревня вся не газифицирована. Мы еще и так уже все, в общем, 18 число оказалось действительно, но и в мировом масштабе, как вот мировой лидер. Особенно, конечно, ударила вот эта стратегическая инициатива, потому что она тут под корень многих режет. Вот, в связи с ослаблением этих наших уже козырей, нечего кидать, не хватает ни инженеров, ни научных работников, ничего. Уже подняли пенсионный возраст. Работайте сколько хотите, бесплатно, но работайте. Чтобы вот изобретаете там, новое что-то внедряете, прорывы делаете, прорывы, нам нужно прорывы. Ну, прорвись дальше. Вот прорвался, вот новый соя нарвался, да. Это 18 число. Ну, не говоря о том, что здесь много событий было, катастрофических с точки зрения природных явлений. И землетрясение свыше 6 баллов, около 7. Тоже с многочисленными жертвами. И ураганы, цунами, холода дикие там, в Африке снега и тому подобное. В Ливане, в Ливии там, ну, все завалило снегом. Многие мерзнут. И в Америке сейчас морозы ужасные продолжаются. Вот. Ну, кроме этого, значит, какие еще события? Венесуэла, это два. Вот. Венесуэла совпала на какое число-то? Ну, парламент объявил, что Мадуро узурпировал власть. Мадуро узурпировал власть, да. Почему? Потому что туда, видимо, послали из Москвы Чурова или вот людоведку нашу, уважаемую Иллочку Панфилову, да. И они там быстренько посчитали и этому чемодуре, и этому вывели, конечно, там процент. Сто там, сколько у них? Сто сорок процентов. Чуров-то вводил там сколько? Сто сорок процентов или примерно, да, за получил сто сорок. Как уж он потом оправдывался, я не знаю. Ну, людоведка Иллочка, она переплюнула. Она переплюнула. У нее все точно сходится, только наоборот. И вот, видимо, туда она в командировку съездила, подсчитала там голоса, но парламент не согласился, венесуэльский, да. И получилась обстановка, как у нас в девяносто первом году. То есть в девяносто третьем году. Обострение конфликта парламент и вот этот вот Мадуро. Мадо Ельцин, да, который до сих пор, культ личности до сих пор, там какие-то этого Ельцина, какие-то культовые здания, сооружения, какие-то фонды этого Ельцина. Там вот эта вся семья паразитов собралась, этих Ельцинах, и они все пристроились по местам, по теплым местам. Но постепенно народ-то мужик-то дохнет, население опять сокращается, некому их обслуживать. А они плодятся по десять, по пятнадцать детей там у них, у их Мондовельцыных-то, Ельцинах. И вот такое дело, что там такая же ситуация в Венесуэле, обнищание сильной народа, инфляция, как у нас в девяносто первом году, сразу нам обрезали все вклады. И то, что было в вкладе, лежало на Жигуле, можно было купить только одну буханку черного. Ну это было применение. И я зарплату носил тройками в сумке, в авоське, три рубля еще были, по три рубля деньги такие, по три рубля. И вот пачками были сложные, и целой сеткой носил я эту ничтожность. Ну миллионы были, миллионы. Зарплаты у некоторых были миллионами исчислялись. Ну все, даже если не миллионы, то все равно сетка этих тройков, самых мелких там. Вот таким образом. И такая же ситуация происходит в Венесуэле, там миллионы процентов уже инфляция. Но правда этот керосин стоит центы, семь центов, что ли, этот бензин стоит. Вот. Ну машины все старые, то же самое. Это Жигули, наверное, те же самые. Вот. И парламент-то отказался от этого Мадуро. И сказал, что вот Гуайду у нас есть, Гуайду. Он пришел в Гуайду куда-то. Гуайду. И он постепенно захватил. И в то же время вот 16-го числа Терезу Мэй тоже там подвесили. В Англии, это в другой стране уже. Терезу Мэй подвесили на ниточку. И голосование, ну она устояла, Терезу Мэй. Вот как раз за нее проголосовало большинство. И она 16-го числа устояла. 16-го января, да? Ну еще какие были. Вот коррупции, помимо вот этих всех пожаров, уже не говорю. Вот здесь вот, в Подмосковье, каждую пятницу чего-нибудь зажигают. То птицефабрику, то в Москве сожгут чего-то, то магазин, то чего. И так по всей стране. То есть поджоги и вызовы вот эти, вот заложены бомбы туда-сюда, и забомбили уже все вот эти службы, и они им некогда уже спят, они спят пожарники, наверное, в пожарной своей брезентовой форме. В этой спят уже, наверное, потому что вызов там пожар, тут заминировали, тут разминировали. И все на ушах стоят, и вся вот эта, поизбятина, она вся эта в одежде спит. Вот таким образом. Это все январь. Ну, я не говорю, что тут 22 МЗ, там в Мурманской области, рухнул, минус 3 человека. Гуайдо стал в Рио исполняющим. Януковича приговорили к 13 годам, еще что-то мало дали, да, за золотой батон. Вот, сербы требуют отставки Вучича, своего, Александра Вучича, любимого. Ну, похищение картины этого Хуинджа, потому что название больно хорошее, больно. Ху-ин-джи. Ху-э-джи. Английское так. Ху-ис-джи. Ху-ид-джи. Картина. Вот. Ему, наверное, понравилось этому уголовнику, то, на команду понравилось. Но там тоже хитрая история, ведь версия будет какая, что неожиданно он работник был где-то на этих самых дачках, вот эта вот, как улица называется, у них самая такая почетная, управляющая улица. Вот. И он там работал с женой, и заработал хорошие, две машины хорошие заработал, и все. Но, видимо, что-то у него там пошло не так, ему надо было лучше сесть в тюрьму, чем оставаться там. И он придумал вот эту вот снять картину, но откровенно уже он знал, что там его записывают, все, все. Но ему надо именно в тюрьму сесть, чтобы вырваться из этих тесных рук тех, кто там вот на Рублевке вот заправляет его командиру, да? Видимо, там его прижали сильно. Ему надо было спрятаться. Вот может быть такая версия. Потому что, ну, парни хорошие, работящие, с женой они работают, и ребенок, и все. Ну, там разные версии выдвигают. Ну, вот моя такая версия, что просто человек захотел, чтобы его в тюрьму оттуда, чтобы не в исчерпе семье было. И там все у них есть, жена будет в порядке, и ему лучше сесть в тюрьму. Вот так. Ну, я же не говорю о том, что ему заказал этот олигарх с Рублевки в эту картину снять. Ну, это совсем уже глупость, да? И этот олигарх был бы, как вот эти вот два архаровца, которых арестовали отца и сына, и мамона духа их не арестовали. Вот, эту версию, наверное, отпадает. Ну, что еще вот? Да, Арашуховый. Арашуховый. А вот недавно же тоже у нас же был криминальный вот этот, мы его рассматривали, сенатор-то. Сенатор-то, там сколько сенаторов-то было криминальных. И вот это очередное. Мы тогда сказали, там все криминалы. И уже даже вот красные трусы, они вынуждены были сегодня оправдываться, вчера оправдываться, что мы же не виноваты, вот из местности, какие приходят к нам сенатор, мы их тут оформляем. Ага, прикинулась дурочкой, да? То есть, пришел тебе даже из местности, а проверить-то человека надо? Нет, а мы оформляем всех. И преступников, и детей преступников. И место покупают, пусть покупают. Но это же местные, они же присылают. И вот она с ним, с этим уголовным детсадом работает. 30 лет. И мы этому детсаду, убийцу, который там сенатор, Арашухов-младший. Вот. Мы еще их рассмотрим, и матрицей их посмотрим, как они докатились до такой жизни, с чего это дело пошло. Вот таким образом. Это такая перспектива. Остальные эти события природные мы рассматривали в прогнозе на февраль. Когда мы рассматривали прогноз на февраль, на февраль, там 17 число будем следить. Здесь совпало. То есть, Пифагор нам правильно отмечает это 18 число, как спад стабильности, как особый спад стабильности в мире. Потому что всякое нагнетание, гонки вооружения, тем более стратегические, оно сразу экономику режет пополам, да? Ну, тут положительное то, что вот эту Дерипаску там спасли какие-то эти, его отвели, промышленность алюминиевой нужна мировой этой системе. И они сняли там санкции против этого алюминия, убрали Дерипаску. Крыпки туда подальше. Вот такие дела. Это такой пазл январский итог такой. И мы начнем вот это вот, Раулевича этих рассмотрим. И Турбевича, да? Турбовора, да? Вот он сам, Рауф, это сын. Раулевич. Вот Рауф Раулевич. Риуф. Да, Рауф Раулевич. Арашуков. Шуков. Арашуков. 23-й веке, масонское число родился. 6 июня 1986 год. Год тигра. Ну, это фрондер. Он начальство презирает, сам все делает, сам начальник себе и все. Деструктор минус один, а матрица хорошая. Только вот эти две восьмерки, они подводят. То есть он может попасть под влияние непорядочных людей, и вся его жизнь будет загублена. А аналитический, смотрите, у него какой, и по деньгам очень прекрасно. Ну, активный такой человек, и действительно попал туда, работал, и логика, вот для своего спасения у него была логика. Ну, вот везухи не было. Почему? А потому что, видимо, вот деструктивный такой характер, плюс много очень привычек плохих. Вот по девочкам, допустим, да? У него четверочка. Надо девочку. И вот даже он покушался на нашу светлость, балетную светлость, это Волочкову неоднократно покушался. Откровенно, причем так уже нахально, что она сама вчера выступала и говорила, что какой он нехороший человек, это Рюф Раулевич. Хотел ее оприходовать бесплатно. А уже совсем обнаглел. Вот так матрица-то хорошая, если бы вот не эти непорядочные люди. А кто непорядочный человек? Вот он, это его папуля. Раул Турбеевич, я хорошо как. 60-го года рождения, 18-го января. Старая душа, он уже на вылете. Дальше на Юпитере где-нибудь будет жить, да? Уже на земле, может, они появятся. 1960-го года. Вот он, этот Турбеевич Рауль Турбинович. Видите, нулевки-то, да? Мы уже знаем. И вот эти вот три шестерочки-то, крайне ненадежный человек. Суровый деструктор. И тоже две восьмерочки. То есть им управляют тоже по иерархии. А кто им управлял? Миллер им управлял. И когда Миллеру докладывали, что он ворует, этот Турбевич, Миллер говорит, не трогайте моего человека. Вот так вот. То есть это там все было завязано на Миллере. Год, ПЕГ, 60-й год, это добрая старина. Добрая старина, да. Добрая воровская старина. Это, значит, папуля, рецидивист. Он начал с чего там, видимо, машину, семечек украл. Потом еще что-то украл. Там сначала ему дали просто штрафом отделся, а второй раз он условно дали года два, да? И потом он у него смотрит, что у него карьера пошла вверх. То есть такие люди стали в процессе приватизации воровской, они стали нужны. Потому что их руками делали все грязные дела. Вплоть до убийства. Ну, так же, как и Хнарковский начинал тоже. С уголовниками был связан и давал им указания, кого убрать, кого не убрать. Вот. Так же вот и это. Он не главный фигур. Вот, ну что у него, 34 всего миллиарда рублей. А те, которые вот организованы это все, это вот кооперативчик-то этот, все друзья-то там, Тимченки, это уже миллиарды долларов. Это не рублей, а умножь сразу на 70. Вот так вот их миллиарды. И вот там организована тоже группа, и тут была организована группа, там Чубайс, Кудрин, Чубайс, и вот этот вот еще был этот, Гайдаровец-то, Тимуровец, Плохиш. Гайдар Плохиш. И вот они вот эти трое еще, там были у них банкиры, Симбар Кирщина, и они завернули вот это тоже АПГ. Ну, мы же сказали, что пересмотр, вражеской приватизации не будет. У нас был, разъяснил нам Гарант, что мы не будем результата приватизации. Ну вот, а получился рейтинг-то упал, и что сейчас надо делать? Во-первых, устрашение для людей, а во-вторых, показать видимость, что мы боремся с коррюпцией. коррюпцией, она вот, значит, вот на доске стоят, там ферзь короля. Ну, ферзя тронули, вот Димона-то, немножко тронули, там еще Суркова тронут, а уже самого Гаран-то нельзя, и все вот это ближнее окружение, вот это тоже нельзя. Ладии вот эти все, эти слоны нельзя, а вот эти вот пешечки, конники, пешечки, это можно пожертвовать. Вот это кони, это у него, кстати, кони хорошие, породистые, какой-то чистокровный, у него жеребцион выросивает, это Раэль Турбинович-то, Арашухов, знаменитый. Кстати говоря, он очень благотворитель хороший, там у школы строилась, и мечети, и храмы, на все выделял, и даже его сын тоже благотворитель, он даже нашей, Мулачковой, 200 тысяч рублей обещал отдать просто так, она благотворительный концерт туда приезжала, там растопорку делать свою, и благотворительным, с благотворительной целью, и он туда хотел ставить свои 200 тысяч, но обманул нас на 100 тысяч, ставили половину, где-то по пути, 100 тысяч украли при передаче, ну это обычное дело, там, что там говорить, ну вот такое, ну она осветовала, что он при таких деньгах, какими он схвастался, ну 100 тысяч, ну что дать, это не прикроешь даже, это все, растопорку-то не прикроешь, этими 100 тысяч, вот, вот такими делами, там творится неизвестно что, мы сейчас об этом поговорим, среди руководящих составов, наглость и беспредельная, хамство беспредельное, женщины домогательства беспредельные и наглые, несмотря на их окружение, на их титул, что они элитные, там, это балет живет у нас, как школа элитных проституток, она при Николае Втором еще была, при любимом, который Поклонская поклоняется, у него, это балет испокон века, в России был, в области балета, а это элитные проститутки, так же вот как вот, жена вот этого Усмана, вот, который плевал на этого, на Навального, она занимается чем? Вот этими гимнастиками, а они-то гимнастиками потом, я говорю, для вас олигархи воспитывают девочек, она откровенно об этом говорила, что далеко ходить не надо, то есть они вот эти вот, Ростопылькина, они все готовят вот этих девочек на разврат, на вот эту вот педофилию, для вот этих, Дерипасок потом, вот это, там у него был еще, вот этот, зам, премьера-то, какой-то был этот, хохол, и он засветился, вот, и вот для таких людей, они готовят этих рыбок, и экспортные системы, и вот это все такое поручие, они потом эти гимнастки туда идут, и лобызайцы у нас гарантом даже, некоторые гимнастки, вот, и что еще надо заметить, почему матрица такая плохая, потому что вот этот год, год тигра, он чем характеризуется, что может стать опасным преступником, родившийся в год тигра, может, при неблагоприятных условиях, а тут какие неблагоприятные условия, он очень хороший парень, то был-то с детства-то, у него две восьмерки, он, ну, готов вот душу вылазить, для человека, все, для родного человека, кто там его уважает, он готов в доску расшибиться, но выполнить все его приказания, указания, то есть, а если он попал в сферу преступности, то им будут руководить преступники, и вылепливать его из него, как из пластилина, уже плохиша, вот, а так у него данные, то ну матрица, ну, вообще отличная матрица, что там говорить, если бы не вот это вот, а у него много вот привычек, вот этих вот, плохих привычек, да, не влияние плохих людей, эгоизм почти эгоистический, любит по хвалу, когда его хвалят, вот я, вот тут все, я тут царь и бог, и вот, как вот эти-то, матершинник-то был у нас тут, вот один, я на него сошлюсь, тоже зам Росгеологии, да, зам Росгеологии, директор Росгеологии, но они друзья, директоры, он Росгеологии, они учились вместе, в Суворовском училище, и вот здесь послушайте, как он выражается, матерными вот этими словами все, вот, вот эти вот наши Ашу, и эта система, она почему, приходится вот жертвовать вот таких хороших людей, уже средний уровень вот этой коррупции, чтобы вышли не трогать, чтобы результата приватизации воровской не трогать, да, и вот партия-то уже вот эта легла, я не знаю, она скорее напоминает уже церковь, чем партию, да, боевую, она же, эта партия, уже что, она только откликается на каждое, на каждое горе, на каждую беду наших граждан, то есть, она даже может и создавать эту беду, и чтобы потом откликаться, сказать, вот мы откликаемся, да, и а как откликаемся, ну как, ну как вот они откликнутся на беду, когда спекулянты вышли в советскую власть свергать, чем они откликнутся? Он выступил, этот вот, вот этот товарищ ихний, самый главный, хоть так его, хоть так показывают, одинаково будет, что задницы вверх, что головой вверх, у них одно и то же, сейчас уже, вот они, он тогда выспал по телевизору, что не выходите, ребята, ну не разгоняйте спекулянтов, пусть они захватывают власть, телевизор выспал, есть запись в Ютьюбе, вот, а также они не поддержали, как и ЧП, не поддержали ничего, вот таким дела, и что тут они, вот последний день месяца, долговая ловушка, объем задолженности населения перед банками, вот, вот они что, население опять плохое, видите, освобождение из снежного плена, у них там свежий плен, денег берут за уборку, а их вот свалки показывают свои, ну что они сделали, ничего, ну что тут, эта газетенка вот такая, она, вот эту беду, только вот реагирует, вот это, это и есть реакция на всю беду, ну сейчас, конечно, вот с туалетной бумагой будет напряженка, опять будут вешать на шее ее с лентами, и уже это пойдет в дело, в партийной печати, а почему они дошли до жизни такой, вот эти КПСС, а потому что они были запрещены же, с самого начала, Ленин-то, когда он брал, он уже не знал, что он захватит эту власть, этот русский, и он уже, Ленин, упаковал чемоданы, говорит, что власть-то наша не продержится, ребята, надо вовремя смыться, ну вот продержалось там 70 лет, но все уже знали в 18-м году, что это дело обречено на провал, уже даже некоторые вот и пророки, уже попугайские пророки, которые повторяли это, и в Америке, они как за пророков себя выдавали, что в 51-м году они, в последние годы Сталина уже говорили, что все, гибель предстоит от коммунизма, хотя это уже знали уже в 18-м году, потому что, вот, Плеханов еще об этом предупреждал, что, да, вы, за счет русского народа, вырветесь немножко вперед, а потом русский народ исчезнет, и неким будет завод заводить, как говорится, людской завод заводить, и вот вы все там сдохнете, вот, с газом этим, и в навозных, в навозных кучах, потому что вы уже потребляете только, ничего не делаете, и говорите еще хорошо, как КПРМ хорошо говорит, и что самое главное, почему погибель-то такая, потому что сам вот этот Плеханов, он был, он встречался с Энгельсом, и в курсе был этих всех дел, и он понял, что это, сама вот эта система марксистской теории, она несовершенна, она вот на злобу дня сделана для выполнения какой-то вот текущей задачи, ну, в частности, для свержения вот этих четырех империй, там, российской, германской, австрийской и османской империй, но она свою задачу выполнила, а Ленин указал, какие у него были источники, он раскопал эти источники, о трех источниках, о трех составных частях, ну, три источника это какие, это ясно, что это французский первый социализм, имеющий опыт от Великой Французской революции, английская экономика, которая пришла к чему? К совместным вот этим предприятиям, к акционерам обществом и остроиндийские, русскоиндийские компании, то есть совместно владея деньгами как рычагом вот этими деньгами взламывать экономики других стран и превращать их в колонии. Вот это экономика английская. А философия, это классическое немецкое берется, там за основу берется гегельянство, это диалектика Гегелева. Вот. Ну, естественно, Маркс, они что, они хоть там протерли до геморроя задницы в этой, в английской библиотеке, сам Маркс, да? Но они самых лучших-то источников не взяли там. Если в Германии смотреть, то там лучше Лебенца никого нету, ну, потому что он не масон, он его не взял. Он брал одних там уже, других людей, масонов. И так же в Англии брал, и так же во Франции. А всех этих основных источников, ну, это как равносильно вот, мы пользовались марксизмом, все наши вот эти все социалисты, начиная как с Ленина, и вот Ленин дальше передал, ленинизм получился. Как, что там, какие отличия от марксизма? Теоретически возможно в одном государстве захватить вот установить советскую власть и удержать эту советскую власть. Вот и вся вклад в эту теорию, это ленинизм. Вот. А сталинская теория говорила о том, что можно создать так, чтобы социализм был уже неиспровергаемым на планете. То есть такое одно государство создать, в котором уже социализм свернуть невозможно. Это, как говорил уже Брежнев, неиспровергаемый, развитой социализм, да. Плюс социалистический лагерь, это сталинский социалистический лагерь. И изоляционизм – это железный занавес. Вот. Вот такие, но это все было из марксистской теории. И вот мы представим себе такую картину, что мы не идем мы к этим святым источникам, там, не в Троицу, не в эту, не в ту, не в пятую, десятую, а мы идем к Марксу. Маркс уже напился же из этих источников, и он мочится там, а мы уже мочу его пьем, и, как говорится, и вкушаем это его кал, правильно? Вот это так вот, марксизм – это и есть. Если марксизм, как вот коммунисты взяли его за догму, и вот-вот мы изучаем труды Маркса, труды Энгельса, и все. То есть они изучают мочу и кал вот этих, которые плохо переварены, плохо переварены вот этими двумя человеками. Плюс третий человек – Ленин. Ну, не касаясь основных вот этих источников, а там же более этих, социалистических во Франции, источников во Франции, экономических во Франции, не только в этих странах, в России, везде, и в Китае, и в других странах мировых. И вот так же вот классическая философия, ну, если даже немецкую взять, то тут без лепеста не обойтись, они на него еле ссылаются все. Все еле ссылаются. Ну, про Сталина уже затоптали, уже Сталина вернулись к Ленинским нормам. Ленинским нормам, ну, опять, значит, будем жевать мы этот капитал, который для нового хозяйка, просто написан для нового хозяйка. Поэтому, пользуясь тем, что знакомые с этим на Западе люди, как вот это вот в России все жуют марксизм, был такой вот Бёрнхем, Бёрнхем, Джеймс, Бёрнхем, рожденный хамом, да? И вот этот вот рожденный хам, он католик, настоящий католик был рожден, крещеный, католический, все. И он вдруг обнаруживает, что он в этом самом учебном заведении в школу пришел и примкнул к атеистам, вот, к этим социалистам. И причем надо было ему примкнуть с этого, к троцкистам. И вот он эту марксистскую теорию начал изучать, и что-то ему тоже не понравилось там. И троцкисты ему не понравились. Вот, что там Троцкий это про социализм пишет, про советскую власть, он говорит, это не то, говорит, это не то. И пришлось к тому, когда Троцкого выгнали из социалистической, из соцпартии Америки, то он расколол, фактически это троцкистское движение расколол изнутри его. И вышел оттуда, вообще вышел, и стал он кюм, он стал, прообразовался он в консерватора, буржуазного консерватора, этот Бёрдхем. И вот, когда он понял, что все недостатки марксизма, вот этого, что они дальше уперлись и дальше они идут, он понял, что эта вся система и в России тоже она упадет. Потому что без теории, ну и Сталин говорил, давайте развивать теорию, но у нас же как теоретики, у нас так же, как вот этот вот, одну и ту же мантру они заладят и вот заладят и все. И больше они ничего не знают, потому что им надо что, собрать? Взносы собрать. Вот все. Они живут на взносы. И гулять на взносы со своими любовницами. Вот это партия. КПРФ. А если из источника, надо всегда первый источник. Нас как учили? Вот все тут. Только первоисточники. А у нас первоисточник был Маркс. Ну, какой, ну куда же это? Ну, это моча и кал социализма и коммунизма. Вот это да. Вот таким образом. Поэтому многие-то социалисты английские, мы их даже и не знаем. Вот этого работа Бернхема, его же работа даже не переведена. В интернете найдешь, нигде бесплатно не прочитаешь. Американцы только, да вот, давай доллары, перечисляй, это да. А в бесплатных тоже, давай номер телефона. У меня вот сняли, хотел прочитать Бернхема этого. Сняли деньги с телефона, а книжку не показали. Вот так. Так же, как Ленинец, у нас ничего не переведено, никто ничего не знал, не изучал первоисточники. А почему? А вот у нас есть вот эти тома, что написал Маркс, Ленин написал эти все. И мы будем это изучать, вот это будет наша Библия. И мы уже оставили вот эту Библию, и все. А потом начали читать Библию. Да что там за фигня написана? Там такая же, там такой страх, там Бог такой убивает всех, коптит и так далее. Что на Бог-то там в Библии? Они уже сами сейчас ужаснулись, читают, уже ужаснулись. Все на собор собрались, надо это дело похерить. Новый завет сделали, Новый завет там уже поскладнее, но все равно мы старых не отметаем. А до точки мы его исполнили, потом уже будем новыми. Вот там тоже таких неуреальцев много. Почему? Потому что церковь тоже занята, она чистоганом занята. Она тоже не первоисточниками, нет, и не поиска. А вот написали, вот на соборах утвердили, и все. Вот таким образом. И вот этот Берхем, у него же труды есть какие. Что у него главная идея? Он в 41-м году высказал. Революцию правления. У него первая книга называлась «Managemental Revolution». То есть, кто и как его переводит. Французы перевели до эра организаторов. Во французском издании это было. И даже создали ассоциацию «Cultural Freedom» «Свобода культуры». Организация «Свобода культуры» под управлением чутким руководством ЦРУ. Вот. И они, значит, это в чем заключается сущность? Для того, чтобы немножко капитализм-то обчистить, то есть, укрепить его, консервировать империализм-то, придумывала система, как? Вот у нас новый класс появился. Это Чубайсы, Греф, и вот эти менеджеры. Менеджеры, да? И это вот, и типа вот эти коррупционеры, про которых мы говорили, Нарашуковы, потом сенаторы вот эти. И у них там под ними сидят управленцы, директора заводов и так далее, и так далее. И топ-менеджеры в министерствах. И, мол, вот этот вот, это все люди, ну, планктон, офисный планктон, самый нежизненный. И это, мол, новый класс. Новый класс. И это тоже новый класс, он тоже вот хорошо обеспечен, он хорошо работает у него. И вроде как бы уже у нас капитализм уже с человеческим лицом, вот с этим классом. И он является управляющим для низшего вот этого звена, для рабочего класса, который подтягивается под его уровень. И, то есть, даже сам вот этот топ-менеджеры могут так приподнять рабочий класс, что помочь ему независимо от того, чья собственность вот этой компании принадлежит. Также вот мы с Арашуковыми видим, да, это на этом примере, теория Бархима проигрывается. А топ-менеджер, скажем, это Арашуков, да, он этой газовой компании. Газовой компанией принадлежит собственникам, там частные собственники в основном. И часть там государства принадлежит, и все. Но независимо от этой собственности, на местах-то все равно Арашукова правит. И вот об этом Бархим как раз и говорит, что вот эти люди на местах, они будут реально управляющим в интересах того же рабочего класса и населения. Ну так оно и было, часть-то они отстегивали на школы, туда-сюда, подачки раздавали, правильно? Вот на это Бернфьер рассчитывал. Но он-то не понимал, самую основную преступную схему-то в чем заключается в том, что этот управленческий вот этот класс, он сам является паразитом. Он сам действует воровскими методами. То есть он ограбляет вот этих вот людей, так же, как наркомафия южноамериканская. Они же ограбляли всех вот этих наркозависимых, буквально. А то уже строили они стадионы, школы, это все это наркомафия делала. Вот это вот топ-менеджеры, как Бернхем говорит. То есть Бернхем, он пытается, и мы-то сейчас, вот смотрите, у нас как по Бернхему-то все идет-то. Вот этот топ-менеджер, не сдвигаемый этот вот Чубайс, никуда его не может, никакая форма собственности его не трогает. И он вот только единственное, что вот в отличие от Бернхем, он в интересах народа не работает. Вот. Ну, может быть, какого-то узкого народа там, ну, Коряков, допустим, вот Коряки, вот он в интересах Коряков может и работать. Вот. Значит, видный троцкист-активист, сначала он был как с 1934 по 1939 годы, Бернхем, я про него, а потом как изоляциониста. Изоляционист, ну, Сталин был тоже изоляционистом, железный занавес и все дела. И занимаемся, что мы, внутренними делами. Внутренние дела у нас на первом плане, а уже там отношения, это... Вот как мы только от этого отошли, мы начали резко вниз. При Брежне. При Хрущеве. Вот таким образом. Значит, книга его управленческой революции, она сыграла большую роль. И, в частности, мы видим, что она не забыта. И здесь, видимо, по этой книге они развиваются тоже. Включили вот в этот класс программистов. А что только программисты? Это переводчик, толмач. Он переводит русский язык на машинный язык. Вот выдаешь ему задание на языке, а он переводит все в машинные слова. Особой заслуги нет. Но это выделяется и там, и там зарплаты, и все такое. А там хитрости никакой нет. Вот таким образом. Ну, у Бернхима еще много книг. Еще и Западу тоже он предрек конец. В связи вот именно то, что изоляционизма нет. Он наоборот говорил, что вот эти внешние связи загубят Запад. Вот такой Бернхим. Ну, мы его тоже можем рассмотреть. Вот оно. 22.11.905 года рождения. Что у него? Видите, ну, настоящий геномодифицированный товарищ. Сумма 13 хорошая. Дельта у него вначале была отличная. Плюс 4. Он созидательный. Он пытался что-то созидать. Ну, отошел он от своей альмоматры, от католицизма. А это его была, видимо, ошибка. Ну, это вот семерка, мизантропия его. Поиски вот этих всех оккультных течений и так далее привели его к атеизму. Изучению атеизма. И плюс такой вот революционный характер. Двоечка-то, видите, революционная. Почти. Ну, может унять еще свой революционный порыв. Но он и унял. В итоге он унял, и под конец жизни он вернулся к католицизму. 82 года прожил. Ну, из них 9 лет он под инсультом жил и под болезнями там и развалился 9 лет. На куски. Самодор, видите, да. Ну, самодор он кидал всех. И год быка, а, нет, год змеи, мудрость, мудрость, да. И внимание к последней фазе. Ну, у него последняя была с 1978 года у него сразу инсульт был, а потом вот просто доживал в вегетативном состоянии. Вот это еще самодорство тоже его сгубило. И оно к конфликту вот с этими социалистами и с Троцким и так далее. Не вышел он на правильную дорогу, вернулся на свою тропу. Вот это католицизма. В 87 году представился. Ну, видно, что сам представился, потому что 5 совпадений с матрицей выпить день, запить днем в 5 пунктах совпадает. Дельту он ухудшил, минус 4. А сумму приварил. Но у него образовался долг перед обществом. Видимо, в следующей жизни будет выполнять. 3 восьмерки. Это долг перед обществом. Когда в выпизденье он появляется, это у него значен долг. То есть он свои вот эти поиски не закончил, правильный вывод не сделал. Он одного только не мог, наверное, понять, что сам вот этот коммунизм, он, в принципе, из католицизма вырос, и поддерживается всегда его католицизм. И социализм тоже католики поддерживали. Почему они поддерживали Гитлера? И почему Гитлер дружил со Сталином тоже социалистом? Разница была то, что интернационал-социализм и национал-социализм. Вот и вся разница. Но из двух социализмов католики выбрали именно национал-социализм, потому что он позволял сплотить большую силу для мирового вот этого господства. К чему, в общем-то, католики все время стремятся. Вот, и Ватикан, и все. Ну, и любое другое учение, взятие хоть мусульманства, хоть иудаизма, все стремятся к мировому полному господству и утверждению своей вот этой религии. И так же, как во всем биоценозе, там, рыжие тараканы, черных стремятся к звериный путь, звериный путь католицизма. Вот, значит, к чему пришел вот этот Бердхамб, почему он дельта стал минус 4? Потому что он провозгласил общество без господства и подчинения общества невозможно. Это вот основная его погодка, основной его тезис в этой книге. То есть, должно быть вот господство и подчинение. Вместо управления и исполнения, как социализм, говорит, настоящий социализм, управление и исполнение. То есть, социум, как управляющие координаты, как в машине вычислительные, управляющий блок и блок исполнителей, там, арифметическое устройство. Все он выполняет. Вот. Противоречия одно другому не должно. И господство и подчинение невозможно себе представить вот в этой ВВМ, даже простой, который четко выполняет свою задачу. Если можно было представить, то тогда управляющая часть вот этой машины, она била бы по арифметическому устройству вот этими матерными словами, правильно? Какими-нибудь неправильными словами. И добивалась бы от арифметического устройства выполнения того, чего он не знает сам. Чего само управляющее устройство не знает. потому что не заложена программа. Ну, раньше была программа КПСС. Сейчас нету как таковой программы. Там какие-то навороченные, отсебятина, какое-то зюгандонство какое-то. Зюгандонство. Вместо программы КПСС. И там получается конфликт в машине. Почему конфликты в обществе? Потому что у нас именно господство и подчинение. А как выполняется господство? господство выполняется какими-то вот либо вот дубиной, палкой, либо словом. Ну, дубиной, палкой вроде нельзя так уже откровенно, потому что там есть статьи, уголовный кодекс, хотя применяют часто вот руководящие работники прикладывают руку там к подчиненным независимо женщины, мужчины и все такое прочее. Ну, женщина там уже вообще просто там юбку задрала и все и разбираясь дальше с ней уже через палочную систему. Вот. Так вот мы видели вот этого товарища, который зам Росидеологии, да? Я на него сошлюсь. Как он там с женщиной разговаривает с своей подчиненной. Я же тебе дал зарплату, ты должна стучать мне. И матом, матом, матом. И вот это, значит, мат вот этот, он является вот в этой социуме, как бы, его хотят сделать вот этим машинным языком, который идет от управляющей, то есть от системы господства к системе подчинения. Поэтому у нас вышел закон о запрещении вот этого мата, то есть мы с вами мат териться не можем, нас сразу штрафуют, потому что это равносильно, что от халоп вынул бы плетку, казацкую плетку, и начал бы ей в воздухе размахивать, идя по улице, там, гуляя по улице. А плетка языка должна быть только вот у господина, вот у это вот зам росгеологии, там, и вот эту Ашуркова, Ашкуркова. И вот значит, да, вот они могут себе позволить это все, и это является кнутом. Так, чтобы народ приучить, что мы не можем, а вот это значит уже господин. И вот по этому слову мы отвечаем, что вот идет начальник, потому что он матерится. А если не матерится, какой он начальник, или командир вот в войсковой части, взять этого полковника Баранца, с комсомольской правды. Ну, он разум похож на полковника, он выступает по комсомольскому. Хотя у него иногда хамства вырывается много, но у него что-то говорит, говорит, и что-то не хватает. Он пытается вставить, но язык сразу зажимает, и у него мат останавливается в середине где-то гортани. И дальше не вылезает этот мат. Потому что он сдерживается, а знает, что его упрут с работы сразу выгонят. Но это неестественно для него, потому что как разговаривают командиры со своими этими солдатами, мы это прекрасно знаем. Как-то я ссылался на это тут, как один генерал там на построении построил там целый полк там или как он их там начал. йо-му-йо и так далее, и так далее. То есть это разговор управляющий, то есть не управляющий, а господствующий системы воздействия на подчиненную вместо как бы взамену вот этого физического кнута. 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 И это показывает как раз то, что мы, как живет страна на грехах, на наших грехах. Вот мы начнем с вами материться, значит мы не послушаем, не подчиняемся властям. Все, наш штраф и осуждение мы должны идти к поставленному к нам батюшке, к попу, исповедаться, вот батюшка я сегодня пять раз сматерился и как же я это буду, ну он тебе накинет там эту тряпку на голову, скажет, перекрестит, вот целую крест, целую Евангелие, все, я тебе прощаю. В следующий раз уже не матерись, все. А этот самый начальник придет исповедаться, он будет говорить, что вот он матерился на подчиненную? Да нет, он скажет, нет, он другой наверное скажет, он скажет, что вот я вчера бутылку сожрал и виски, и батюшка и так себя плохо чувствовал, плохо вел себя там это с подчиненной там на женщин позарился и все такое прочее. Ты уж меня батюшку это прости. Ну иди тоже, отпускай тебе это грехи и иди дальше, продолжай. Вот такие дела. То есть господство и подчинение мы видим сейчас, оно вот происходит это. Ну как и по радио сегодня сказали, мы живем в стране рабов и господ. и даже Принц Чарльз уже говорит нам уже, Принц Чарльз уже насквозь уже это, как говорится, господин и господ. Он говорит, у вас фашизм. Вот нам кажется, что у вас фашизм. Все, оттуда с острова нам видней, с туманного региона. Ну мы с ними спорить не будем, это не наше дело у нас. Мы вот в подчиненном положении. А социализм это управление и исполнение. При этом, значит, само управление строится классом производителей, то есть управление. Из нужд класса производителей должно рождаться вот это управление. То есть задача управления решить проблему исполнителя. Как он должен выполнить эту задачу? Какую задачу выполнить? Никак. Все. Если исполнитель этого не знает, какую задачу, как выполнить и чем выполнить еще? Вот так вот. Какими орудиями труда воспользоваться? И какие привлечь материалы, исходные материалы? Вот эту разницу. И потом надо забыть, вот сейчас говорят, вот в Германии все начинают опять Маркса читать. Ну что там Маркса читать? Там его читать-то нечего. Это же для домохозяек. Там уже выдержки есть из этого Маркса, крылатые фразы, остальная там лирика, дребедень уже по тому времени она нас не касается. Это дребедень. Как говорится, на злобу дня. А надо источники поднимать, которые были до Маркса и после Маркса, что мы наработали фактически после французской социалистической революции во Франции. И что нам октября, чтобы не превращаться нам в Зюгановых, вот этих талмудистов, начетчиков, келейщиков, и как их Сталин называл-то правильно, или Ленин, политические проститутки. потому что они находясь задницей на золотом унитазе, они языком откликаются на беды трудящихся. Проповедуют золотого унитаза, нам вот уговаривают, беды, ну ничего, там переживем, ребят, нам надо главное, вот это, вот это, то-то, все, вот это надо, 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 и пошел дальше, что надо. Вот такой у нас пазм сложился, то есть мы затронули вопросы языка, ну первый, это самый главный, вначале было слово, а слово у нас видите какое бывает, бывает Божье слово, бывает сквернословие, значит у нас сейчас, мы чем руководствуемся, исполняем под воздействием чего, под воздействием сквернословие, то есть люди носитель сквернословие у нас это рептилоиды, мы их определяем, они вот и есть, они же жулики, воры, убийцы, это дети этих рептилоидов, и потомки, и сами эти рептилоиды, наследственно уже несколько поколений мы проследили на примере уже многих этих поколений, вот взять толстые вот эти, мы уже определили их в полный смысл, мы уже знаем почему германские и эти, как говорится, испоганили его могилу, потому что он был аморально опущенный человек, Толстой Лев Николаевич, и вот сейчас мы видим его потомки, что там в доме вот есть какой-то Петр Толстой, который ничего из себя не представляет, и у него нету ничего за душой, кроме как вот свою фамилию, вот он представитель, представляю фамилию я вот Льва Николаевича Толстого, и за счет этого питаюсь, вот так, а пользы никакой от меня нет, вот Петра Николаевича, от Петра Толстого, так же как от Фекла Толстого и других потомков от вот рептилоида, а почему он рептилоид получился? Он из-за Волконской, а не из-за своего папаши, потому что он маленький сыночек, он сыночек Волконской, а Волконской была рептилоидом, то есть не рептилоидом, как мы называем, киномодифицированным человеком, вот таким образом, и вот и путь, народ-то восстал в Венесуэле, почему? Потому что ему надоело вот это военно-фашистская матершина со стороны вот этих военных, которые пришли, хунта вот эта военная пришла к власти, вот, ну, у нас примерно то же самое, но только те же самые военные, которые только переодеты по-граждански, и отставники, везде вот они и в уголовной сфере, и в сфере, как говорится, наружной, и в подполье, и все они, поэтому вот ничего хорошего мы не видим, и видим процессу, и друзья, скажи мне, кто-то, твой друг, я скажу, кто ты, как тут в сети говорят, если друг у нас Мадуро, значит, Дума наша Дуро, президент у нас чудак, а премьер бесперстикняк, 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 бесперспективный, вот так вот стишок такой ходит по сети, на этом мы закончим, январь закончили, 31 число, это до более давно, до Парижа, до Ле Терро мы спели, да, вот с этими товарищами, вот они только знают, что в президиумах сидеть, и вот это вот выступать, гимн петь, распевать песенки, ну ладно, в общем, сущности мы уже их знали, это продажные проститутки политические.